всех приветствую с вами я ваш веган христолюб всех рад приветствовать на своем канале в частности на этом видео который является частью плейлиста или серии видео по теме веган по библии до большой большой плейлист с большим количеством видео в которых я рассматриваю все места как веган христианин в библии которые ну трупажоры убийцы используют как аргументы оправдания для того чтобы не быть веганами не любить животных ну а вегана использует наоборот как аргументы для того чтобы стать веганом любить животных тем самым попасть в небесное царство мы с вами уже кто-то может даже решился целиком посмотреть этот плейлист кто-то меня просто давно смотрит мы с вами большой путь прошли весь ветхий завет мы прошлись посмотрели почитали все места которые связаны с местами которые можно в ту или иную сторону притянуть в оправдании веганство и наоборот ему в противоречии мы дошли до важного момента мы в принципе с вами закончили разбирать но я для вас закончу разбирать все евангелие все что связано с иисусом христом но там я на крестителя досталось до хорошем смысле слова да тоже все все почитали все посмотрели сегодня последнее видео в рамках именно веган по евангелию получается да как я вам обещал это итоговое видео о том мы посмотрим на иисуса вегана да на все положительные моменты пройдемся такую общую картину себе попытаемся увидеть каков же иисус да на самом деле и сделаем такую выжимку симфонию место из евангелия который показывает что иисус был веганом да потом конечно нам с вами предстоит еще по апостолам пройтись по и на их их словам и делам то есть по книге деяний послание апостолов и немножечко еще даже я затрону затрону несколько так называемых святых отцов ортодоксальной ну церкви организации как хотите вот ну и как поэтому к этому месту я его здесь у меня такое свое маленькое получилось содержание на этой странице мы с вами к нему переходим об иисусе спасающим а не губящим но я такого себе тут тоже по-другому назвал немножко потому что это место из евангелия слова иисус мы тоже вспомним ну а сам ролик называется значок у вас на экране христолюб я веган ибо я христианин и я веган ибо иисус бог любовь во плоти ну в принципе название я кролику тоже сам написал я веган ибо иисус это бог любовь явившийся во плоти таким он был и от начала каким-то одной из моих любимых иллюстрации это вот такая вот я автора точно не помню вот но очень мне нравилось когда тут по стигматам на руках можно понять что это иисус как бы изображен который прижимает к себе очень нежно тепло с любовью вот этого ягненка которого трупажоры так жаждут убить ну и мы с вами сегодня все места что-то я даже буду повторять то есть мы с вами уже много чего посмотрели много чего почитали естественно которые сегодня места и получается буду на которых говорить и показывать мы в принципе по ним уже пробегались хотя некоторые места я мог упустить ну или не стал их записывать в отдельный ролик как раз сегодня мы их тоже может быть немножко увидим ну или просто как я уже говорил что когда мы с вами увидим весь вот этот вот концентрат да когда делаешь симфонию когда делаешь выжимку картина конечно рисуется ну достаточно другая да вот я надеюсь нам сегодняшнее это видео поможет да я вам рекомендую устроиться поудобнее кто будет смотреть в принципе я стараюсь и иллюстрации показывать и тексты все сразу на экране чтобы кому интересно было сразу все сравнивать смотреть картинки очень часто дополняет какое-то из фантазийное или виртуальное наше воображение наши картинки они порой даже чаще в голову западают чем словам ну и текст который я пользуюсь сюда тоже стараюсь вам сразу показывать чтобы никуда не обращались там не бегали не искали ничего ну а кто будет слушать в принципе может чем-то заниматься лучше тоже пользу получите однозначно ну и пойдем естественно от начала от рождества христова и закончим концом естественно да всеми вот я в конце о суде скажу как всегда чтобы никого не было ненужных иллюзий о том что не придется отвечать за свои дела каждый ответит за то как он прожил эту жизнь я себе никаких таймингов не ставлю никакого времени себя не ограничу мои ролики всегда образовательные и я стараюсь донести мысль суть истину любого вопроса в полноте поэтому меня очень распирает всегда я сколько могу стараясь в одном ролике пару все сказать что если человека зацепит он действительно услышит то что ему нужно вы знаете как иисус говорил кто из овец божиих тот слышит мой голос и идет это слышит голос пастыря да кто из овец христовых идет за ним я в этом жизни тоже уже на опыте более шестилетнем проповеди на ютубе тоже понял знаете подстраиваться шорт сами короткими видео под тех кому в принципе истина не нужна или он не готов еще принять это ничего не дает он просто тебе злобный камень он конечно просмотрит до конца потому что минутный ролик напишите злобный комментарий что-то еретик ничего не понимаешь и да и пойдет дальше путем а тот кто хочет познать истину из маленького ролика много пользы не вынесет ну и так приступим у нас с вами рождество христово я даже не буду вам сейчас уже я во многих местах даже не помечал себе уже откуда я там моя страница на сайте на моем авторском сайте vegan христолюб точка ру я делаю в принципе для себя прежде всего ну и кому они нужны и да вот поэтому иногда я могу что-то пометить или нет там или забыть или полениться такое тоже бывает поэтому я даже особо вам в этот раз не буду особо главы какие-то называть стихи будут просто зачитывать все эти места естественно взяты из тех евангелий которые до нас дошли знаете еще такое маленькие предисловие но по моей мерка маленькая да по поводу вообще писание все-таки здесь надо в этом опять ролики сказать конечно же если вы будете к бумажкам которые до нас дошли через религиозные секты относиться с фанатизмом святости авторитета вы ничего в жизни не поймете эти бумажки дошли до нас через призму гремучую призму веков времен и псевдо христианских сект таких как православие католицизм протестантизм доверять им ни в коем случае не стоит на сегодня 12 03 2022 года уже более двух недель россии русский фашизм да пошел на украинский народ убивая его и люди вот кто трезвый смотрят возьмите то же самое как говорится политику пропаганду там же ничему верить нельзя мы видим как люди брешут просто вот нагло в лицо пишут или словами все это потом попадает в учебники истории ведь библия прежде всего это историческая книга она точно также подвержена любым искажением сам бог не накладывал на нее никакие печати чтобы нельзя было исказить сам иисус бог являвшийся во плоти бог любовь являвшийся во плоти ничего не писал никому за собой писать не позволяла вообще эти евангелия даже которые до нас с вами дошли неизвестно кем когда написаны кем как они переписывались до кем как они так переводились на разные языки кем как перетолковались лишь любой даже перевод это уже толкованием вот а уж на это что в третьем веке так называемое христианство доктора от христа пошло через его учеников уже стало министерством так называемые византийской империи до когда уже царь царь император так называемый стал уже рулить этим министерством собирать соборы что там все это творилось кто знает как все творилось тогда христианство официально умерла потому что все что попадает в руки царей все превращается вот не буду выражаться да вы сами понимаете фекалии в гумус вот так вот поэтому это тоже важно я даже кратко уложился думал буду дольше распинаться кому интересно у меня на этом канале на котором вы смотрите все эти видео ну это в частности есть плейлист библия вот там вы можете подробно кого интересует библия писания посмотреть мои проповеди где я с разных сторон много интересных вещей о библии рассказываю при этом сам я свободный во христе веган да но библии надо относиться правильно и на на другом канале христолюб веган чтение библийных писаний вся библия целиком спать с прочтением последовательно ничего не перескакивая и со всеми моими комментариями записано может тоже туда перейти и найти этот канал мой и изучать библию с кому-то интересно ну и 10 минут у нас прошло начинаем с рождества христова когда же они были там иосиф и мария мать иисуса земная наступило время родить ей и родила сына своего первенца и спеленала его и положила его в ясли потому что не было и места в гостинице ну яслими называется понимаете да такое слово тоже перевели так на синодальном я читаю синодальный так как я было время практиковал искренне православную секту да и так получилось что в принципе моя история знакомства с библией пошла через призму синодального перевода поэтому я обычно читаю все-таки его другие переводы ничем не хуже где-то лучше где-то хуже каждый может в любом читать вот но подъясняем подразумевается и как хотите корзиночка или как там куда животных тоже новорожденных ложили ложили сами они так как не было места в городе потому что это были праздники в иерусалиме иисус не нашлось и место они там вне города нашли какое-то укромное местечко где пастухи там животных своих оставляли но сами они может где-то в поле были а там было немножко места они там нашлись вы знаете я вот не зря такую иллюстрацию поставил даже конечно я знаете я даже удивился я как стал картинки сказать не просто рождество христова там рождество иисус христа а я стал набирать в поисковике как-то рождество иисуса со зверями или что-то такое и вы знаете конечно можно было вот эту и в обычных евангелиях у меня стоит что такое чтобы было видно и мари и иосифа и опять же много разных картинок но когда ты вот так и набираешь через что там с животными конечно картинки выходят другого характера вот конечно очень прекрасные картинки посмотрите сколько здесь коровка и ослик и козлята которых те же самые евреи нещадно убивали все они здесь и насколько прекрасна эта иллюстрация но меня знаете что больше всего тоже так поразило но особенно глазами вегана что вот много был я стал видеть когда вот так набрал в поисковиках по картинкам что именно вот такие картинки стали появляться да где нету никого не мария неосиф не потом этих пастухов там да а именно вот младенец новорожденной так называемый ну здесь кстати не совсем владеет да тоже но это же все художество понятно да но тут главное смысл как бы вот иисус я думаю что да вот это ребеночек явно на младенца не похож на не суть важно опять такой же ослик такая коровка такие барашки вот но хотя есть я не знаю с волосами рождаются но вряд ли наверное все таки почти лысый по рождаются хотя не знаю разные нации по моему вот такая тоже да вы знаете но мне больше всего ну здесь кстати похож прям который я себе на сайт вставил это я ушел вам просто показываю картинки здесь вот так достаточно похоже да но мне самое больше понравилось все таки вот это вот знаете она такая конечно такая темная я не знаю кто ее рисовал и причем больше похоже даже не знаю по какому-то мотиву я так знаете как как вам сказать какой-то не критика ну разбираюсь и в искусстве мне почему-то кажется это конечно тут еще тут не по-грейски но так короче я чувствую что это кто-то из ортодоксии причем скорее всего православными каждое такое нарисовали но уж больно все похоже иисус тут чуть ли не как монах спи спелена ты такие все темные тона вы знаете она мне больше всего нравится но это не потому что мне кажется этом православие кто-то свеже спрактиковал нет она действительно мне знаете кто тут нравится посмотреть на животных во первых мне нравится что это хоть и младенец но не уже такие открытые глаза большие широкий да и вот этот ослик здесь с коровкой прямо ему-то в глаза смотрят ну и они как будто смотрят друг друга хоть это и не прям на нас идет, а вот друг друга, но вот они как будто встретились глазами. Действительно, великолепное место, вот как я вам хотел сказать, мы сегодня с вами посмотрим, уберем, из сегодняшнего мы убрали, где те я, места якобы спорные, там, где чуть ли не Иисус там, да, или ягненку убивают, мы сегодня, конечно, будем о прощальном ужине в очередной раз вспоминать, кто только что Иисус какой зло не приписывает, да, и что он там повелевал и птичек пойти в жертву в храме, принести там за очищение, это все, конечно, чепуха, мы с вами все это разбирали. Чтобы этого сегодня не касаться, вот мы смотрим на такие светлые моменты, и действительно, очень важно вот это вот Рождество Христово увидеть, что это тоже, знаете, вот не просто так. Вот оно, настоящее Рождество Бога во плоти, да, где действительно все, где нет никаких убийств, где вот люди в мире, даже эта картина хорошо Мария и Иосифа, и вот действительно животные, да, и все в любви и согласии. Не надо никого резать во имя того, что у тебя там ребенок родился, как там где-то и у язычников, но и иудеи, как мы видим, тем же самым занимались всякие эти жертвы, насилия. Насколько эти картинки все прекрасны, да, когда во всем царит любовь. Иисус не просто так в этих яслях родился, как этот ягненок, да. В предыдущем видео, когда о прощальном этом пасхальном ужине мы с вами, я ролик записал, вы уже его посмотрели, кто последовательно смотрит в плейлисте, и просто меня в реальном режиме времени. Я там тоже не удержался, я как раз вот сюда прокрутил, потому что тут мы все эти моменты разбирали, и я вот затронул эти моменты, показывал уже то, что буду сегодня опять показывать. Ведь Иисус потом прямо будет называться Агнцем, закланным за нас, да. Давайте я вам зачитаю. Иисус сам потом будет принесен в жертву, как животное. Как овца веден был он на заклане, и как Агнец предстригущим был безгласен, так он не отверзает у своих. Это в деяниях апостола вспоминает еще пророчество некого пророка Исаии. Итак, очистите, а это в другом, в коринфинах апостол Павел говорит. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. И я пишу, это уже мои комментарии, если убивать животных в жертву Богу хорошо, то по логике убийство Христа угодно Богу дело. Но мы же видим, что сравнение убийства Христа с убийством животного идет в негативном ключе. Я об этом уже говорил в прошлом ролике, сейчас просто кратко повторюсь, что действительно, да, вот сами вы видите, до чего это доходит. У меня много роликов в плейлисте, который я назвал «Веган во Христе», где я записал, ну, в свободной форме, когда вот я говорю, не прям по описанию, да, практически не пользуюсь, я столько иллюстраций какие-то ставлю, где я тоже записал тогда, с чего началось все это убийство, да, что, ну, все, кто меня давно смотрит, кто впервые, узнайте, узрите истину, что Адам с Евой именно убили животное тогда, именно за это и вкусили смерть, потому что сами убили. Именно это потом все пошло по колее, да, именно потому что я так и один ролик назвал «Потому убили Христа», потому что кто-то когда-то позволил себе забрать чью-то жизнь, но и в частности Адам с Евой забрали тогда жизнь животного, да. Вот, все это к этому приводит. Там у меня как раз ролик, там, вот, есть картинка тоже, ягненок в терновом венке лежит, да. Ну, вот эта иллюстрация, где Иисус на заднем фоне распятый, впереди барашек с перерезанным глоткой на жертвеннике, да, с горлом, вот, все это вот к чему, вот, сравните эти две картины, да, разве Бог может это одобрять, когда он сам был рожден и сам лежал же в тех яслях, в которых и лежат животные, когда маленькие там рождаются, еще их тоже туда, так скажем, кладут, да, чтобы их там никто не задавил, не это, случайно там другие животные, да, допустим, если крупный рогатый скот, вот, то есть все мы это видим, то есть очевидно, что, конечно же, вот даже Рождество Христово, да, вот самое начало, Бог, Бог, Любовь является в опоте, мы видим, как Он является, в общем, сегодня рассматриваем не человеческий аспект, там, все чудеса или еще что-то, а вот как веганы, глазами веганы читаем Евангелие, приятно вегану такое читать, конечно, не веган должен здесь узреть-то, да, истину о том, что любовь, которая нам была от начала, мы сегодня обязательно, конечно, всегда будем вспоминать и первую книгу бытия, первую книгу Библии, бытие, первую главу, да, о том, каким Бог сотворил мир, а сотворил он веганским, вот, то, конечно же, все это никак не стыкуется с убийством, да, само Рождество Христово было в полноте любви, как мы видим, даже животные, животные с радостью пришли посмотреть и окружили своего Творца, того, кто крутит землю, вот такой вот очень положительный момент, смотрим дальше, Иисус возрастает, нам ничего о его детстве не известно, так уж, да, так уж Бог узрел и решил, да, но есть события в этой самой пустыне, читаем, когда Иисус уже достиг возраста, того, в котором он пойдет проповедовать, кто помнит, кто нет, я напоминаю, то есть он пошел креститься к некоему Иоанну, его претечи крестителю, да, народу по плоти в воде Иордана, сам он крестился, вышел от него и Дух Божий повел его в пустыню, там он был испытуем от дьявола на всякие разные злодеяния, да, и одним из таким испытанием, тем более после 40 дней невкушения пищи, когда он уже написано «взалкал», сказал ему дьявол, если это эссеин Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, но я пишу, Иисус в пустыне предлагается дьяволам не рыбка и не мясо, а хлеб. Знаете, кажется мелочь, а вот я решил в этом ролике все эти мелочи подчеркнуть, да, ну человеку, которому не ел тем более 40 дней там, ну уж что лучше предложить, тем более все говорят, ой там Иисус был трупажором, ну спросите у любого трупажора, что он, или положите перед ним кусок хлеба и окорочок, что он возьмет, конечно окорочок, ну казалось бы, если уж дьявол соблазняет Христа, причем намерены его соблазнить во что бы то ни стало, да, ну что бы не предложить курочку там, да, или еще что-то, что хлеб-то, что камень-то в хлебы превращать, ну а что не в курочку, что не в говядинку, да, знаете, вот мелочи, а тоже важные, да. Еще одно, это в Луке там, ну в принципе это испытание в пустыне во всех синаптических евангелиях описано, но во всех их немножко по-разному, а у Марка есть такое, что там, вернее, испытание-то все не описано, там очень кратко в Марке сказано, ну там есть одна мелочь, так назовем, да, ее мелочью, хотя мелочей не бывает в Евангелии, что написано, немедленно после того, вот крещения в воде Иорданом от Иоанна Претечи, дух ведет Иисуса в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Ну, я вот такую вот иллюстрацию поставил, где вот тоже как-то когда искал, там Иисус тут со зверями, тоже посмотреть какие хорошие картинки, да. Здесь Иисус сидит тоже, опять этого ягненка на руках держит и птички, и антилопки, и барашки, и зайчики, и кого тут только нет, и тетерева, ну в общем, вон и белочки, ну в общем, все тут есть, и домашние такие, это уж какая-то современная прям картинка, мне кажется, видите, тут прям собаки, ну, какие-то на наши больше похожи, тоже все тут есть, тоже красиво, я их даже вот две сразу собрал, да, то есть, пожалуйста, Иисус 40 дней не ест, да, находится где-то там в пустынном месте, в уединенном, ушел там испытываться, духа уповел для испытания от дьявола, да, и его зверь, написано, что он был со зверями, с животными, ну и что же он никого не зарезал, не зарубил, да, ну скажете, ну он же просто бог, вот он тут, да, все, воздержался, да, ну вот именно, а мы чем тогда должны заниматься-то? Он этого не сделал ни в течение 40 дней, ни в последний день, когда уже взолкал, и дьявол к нему особо приступил, да, предложив, ничего же ему не предложил-то, как Адаму с Еву убить животное, да, может и предлагал, да, это же образ на самом деле, вот, все же нам описано в Евангелии в том же случае, в том же самом случае, это же тоже бывает приточно все, и как я вам сам говорил, по сути, это хлеб слово переводит, сделает, чтобы из этого камня превратился, чтобы этот камень превратился в пищу, ну а в какую пищу, ты уж сам реши, да, это же только символ, только символ желания, да, ну пойди убей вон какой-нибудь, сожри в цепи, как все говорят, у меня клыки есть, я хищник, ну пойди вцепись в глотку, и знаете, это не просто слова, написано, что был со зверями, очень важный момент, вот, как вам такое, вот, по Вегану все мы с вами смотрим, когда на Иисуса по Евангелию, там черточка, там черточка, да, есть иллюстрации, где он там и, там и, и хищник, и там и лев, и ягненок, вот я вам ее нашел, поставил, тоже красивая, но это скорее всего, кто знает, это к месту из Исаии, как раз, о котором мы сегодня уже вспоминали из пророка, где, да, настанет время, когда и ягненок, и лев будут вместе пастись, ну вот здесь Иисус же изображен, то есть тоже очень хорошее, можно и к этому месту, где он тогда в пустыне был испытуем от дьявола, вот именно на все эти похоти, и он отверг все эти похоти, пожалуйста, вот, а вы отвергнете. Дальше смотрим, у нас очень важное есть место, о котором я все время вспоминаю, да, о том, что Иисус, причем благодаря, ну, тут в кавычках, не знаю, благодаря, да, из синаптических Евангелий, так называемых, Марка, Матфея, Луки. Мы знаем, что Иисус якобы уже в третье свое, ну, он три года проповедовал, и раз в год праздновался крупный праздник Песах, о котором мы в прошлый раз, в прошлом видео как раз все говорили, Песах, праздник Пасхи, по-русскому, русским транслитам, да, говорится это, и там я тоже вспоминал, что вот он, да, он в первый раз пришел, когда еще был неизвестен, и первые свои чудеса, и явился в мире, в миру, как Бог, явившийся во плоти, Бог, любовь, явившийся во плоти, именно в Иерусалиме, да, причем именно в это время, никем не будучи известен, да, никакого авторитета не имея, какой-то там рабочий из Галилеи, там эту Галилею считали уже языческой давно, хотя это, так можно в кавычках назвать, часть израильского государства, кто знает историю, тот поймет меня, почему я так говорю, вот, и пришел какой-то там еврейский, рабочий, работяха, да, ни вида, ни величия, и решил там, и что он сделал в этом храме, он оттуда всех выгнал, всех торгашей, в храме Соломона в день, в праздник Песах, вот в эти, так называемые, великие праздники еврейские, там говорят, что когда, естественно, там же каждая семья должна была принести в жертву этого ягненка и так далее, там кровь по щиколотку лилась просто вот, и храм-то поймите, это не наши там эти храмы, это огромное было строение, там двор храма так называемый, куда евреи со всего мира съезжались, это огромная территория, уличная такая, и там этих животных тут же и продавали, и тут же их в жертву приносили, там кровь просто рекой лилась, там, ну, верю, как я читал, ну, так назовем документальные уже, документы всякие, да, всякие эти исторические, к ним можно по-разному, как все говорят, относиться, но сам факт, да, что кровь во времена этого лилась там просто рекой, по щиколотку все эти священники и люди стояли, по щиколотку, можете себе представить, вот у вас нога, вот так вот, тут я не могу согнуть, ну, поняли, да, у тебя вот так вот все в кровище, ты весь в сандалиях в этих, все ноги, ты стоишь в луже этого всего, вот так вот, Иисус этого не позволил, Иисус всех этих торгашей, ну, естественно, животных всех оттуда, давайте прочитаем этот момент, после этого пришел он в Капернаум, самой матери его, братья и ученики его, и там пробыло немного дней, приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего, не делайте домом торговли, ну, и мой комментарий, Иисус изгоняет всех вместе с животными из храма, чтобы их не приносили в жертву, ибо дом Бога для молитвы, а не для убийства, да, вот, так что вот так вот, тоже положительный момент, положительный, да, опять по вегану, по вегану, Иисус против жертв всех этих жертвоприношений, естественно, все эти жертвоприношения, их же потом поедали, все эти трупы, да, ну, там, внутренность, какие не нужны, все это сжигали, как бы, как раз в жертву что-то такое, что и если человек поедали, и так далее, да, этот эпизод очень важный тоже, причем, как мы выясняем потом, непонятно, был ли он во второй раз, потому что его уже, когда искали убить в середине его проповеди, получается, год еще прошел, да, там, он уже написано, что не ходил, так как его уже за все, что он там вытворял, и за добрые дела, и вот за такие, хотя тоже добрые дела, да, его уже иудейское начальство, все эти первосвященники, все священники, весь индрион уже, кто там только не был, законники, фарисеи, книжники, все положились, говорились, да, этого надо праведничка прихлопнуть, как клопа, как мы в Евангелии знаем, что потом он уже не ходил по Иудее, и в частности в Иерусалим не заходил, но когда перед своим арестом, когда он уже решил явить миру свою сущность, жертвенную любовь, через то, что он отдает себе в руки грешников, и несмотря на все их неиздевательства и его убийства, он им ничего не сделает, будучи Богом, а наоборот, явит им свою любовь, потому что он всем дает жизнь и дыхание, и здоровье и силы, но убить им не удастся, точнее не удастся им убить, но он воскреснет, и потом уйдет туда, откуда и пришел, оставив всем нам свободу и самоопределяться перед лицом добра и зла. Вот такой вот момент положительный, положительный Иисус против жертв, да, против всего этого, хотя якобы эти храмы все от Бога, еще там от Моисея, потом от Давида, ну, Моисей это не храм строил, вы помните, а этот, как я его называю, гробик, гроб Господень, да, есть такое понятие, ко Христу относится вот там в Израиле, но я всегда говорил, что этот гроб Господень, первый Моисей сделал, да, когда они Бога в ящичек засунули, в гроб, прям по-русскому, когда вот гробы эти есть, вот прям в такой гроб засунули, как я говорю, а потом Соломон этому гробику еще и склеп, да, выстроил, вот из этого склепа, да, в этом склепе Иисус дебоши и устраивал. Вот такой вот у нас уже с вами третий эпизод, где мы видим Христа, да, веганом, да, любящим животным. Очень важный момент, давайте сначала прочитаем, сейчас я уменьшу чуть-чуть, это момент, когда Иисуса спрашивают о том, можно ли мужчине с женщиной там разводиться и все такое, да, давайте мы его прочитаем и очень плавно, очень удачно перейдем с вами к сотворению мира веганским, к первой главе первой книги бытия Библии. Иисус, отправившись оттуда, приходит в пределы иудейский Иисус за Иорданской стороной, опять собирается к нему народ и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, скушая его, позволительно разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Внимание, что отвечает Иисус. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам такую заповедь, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Потому человек, Иисус прямо цитирует еврейский берешит, так называемую, по-русски, это называется книга бытие, первую главу, там последние стихи. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, потому оставит человек отца, свою мать и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, то человек, да не разлучает. Очень важный момент. Настолько важный, что мы к чему благодаря этому моменту с вами обращаемся? Куда отправил нас Иисус? Давайте я сначала прочитаю свои комментарии, чтобы ничего не забыть, что я хотел сказать. Иисус по вопросу развода, вопреки всем ветхозаветным законам Моисея, ну или вообще ветхому завету, как хотите, да, особенно кто современные, так называемые, христиане его называют, это не только Тора, пятикнижие Моисея, где там, да, все, что есть в пророках, там, в псалмах, в учительских книгах, так называемых, там, в притчах. Вот, Иисус по поводу развода, вопреки всем ветхим законам Моисея, отсылает людей к замыслу Богу, а начало создания, от начала создания мира, где и было створение мужчин, и как им жить, да. То же самое я пишу и с питанием, и вообще с отношением к животным, которых мы должны любить, ибо они нам были даны в господство, да, в заботу, в любовь. Отказ от мяса, это не просто фарисейский отказ от чего-то нечистого или скверного, это отказ от убийства, ибо мясо само по себе на деревьях не растет, а потому, когда вы сами себе или кому-то говорите, что пока не можете отказаться от мяса, то не обманывайтесь, не будьте лицемерами, называйте вещи своими именами, вы не можете отказаться от убийства. Ну и давай теперь своими словами опять, ну это есть мои слова, но я так пометочки все делаю, порой пишу коряво, так больше тезисно, чтобы не забыть, о чем я хотел сказать. Мы видим с вами, да, есть Иисуса, каким только не пытаются из него законника там сделать, фарисея, что он там закон Моисея целиком исполнил. Он никогда не исполнял законы Моисея, он никогда не жил ни по заповедям, если хотите, как их называют, ни по закону, ни по обрядам Ветхого Завета и Удейства, ему никакого до него дела нету. Когда там фразу его вырывают, что он пришел не нарушить закон и исполнить, это извращение Писания, Иисус там сказал, там правильный перевод, я не наруш, я пришел не для того, чтобы нарушилось обо мне Писание, а чтобы исполнилось на мне все, что обо мне предсказано, кто я, что я, что я буду делать в Ветхом Завете, там об этом речь. Там просто уродский, просто уродский, мне по другому слову нет, синодальный перевод этих мест. Иисус говорит, что на нем все исполнится в законе и в пророках, он в другом месте, есть параллельное место Писания, в котором он так прямо и говорит, что пока все в законе и пророках и псалмах не исполнится обо мне, да, не придет конец, да. И потом по воскресенью он то же самое объяснял своим ученикам, ничего не понимавшим, вот порой такие же, как сейчас псевдо-христиане эти, да, он говорит, что вы не помните, что я вам все это говорил, что все, что в псалмах законе пророка должно на мне исполниться. Кто я, как я приду, как я буду рожден от Духа Святого в яслих, что там ко мне придут эти пастухи, это же все было, это же есть действительно в Писаниях Ветхого Завета, как он будет проповедовать в притчах, как будут чудеса творить, как он будет убиваем, да, все вот это, как он воскреснет, все же это сказано в книгах Ветхого Завета пророками, порой они сами не понимали, что сказано, порой там это вообще об израильском народе приточно сказано, кто знает, о чем я говорю, кто со мной читал Ветхий Завет на канале, тот все это знает, конечно. Вот, и здесь Иисус, пожалуйста, вопреки законам и повелениям Моисея, как очень любит, да, я сейчас к чему говорю, параллель, естественно, веду, трупажоры тоже любят и на Ветхий Завет ссылаться, ой, да там всех животных резали, нещадно убивали, вот именно там вон и жен и резали, убивали, а если чуть-чуть подобрее, так отпускал, да, там разное было, и вы думаете, я просто так эти слова кидаю? Иисус же не просто, я сказал, по шестокосердию вашему, потому что я просто много всего этого изучал, чтобы тоже в некоторых местах разобраться, а оказывается и действительно, потому что, в принципе, без причины, потому что самому закону Моисеева не так просто было с женой развестись, но она мне надоела, что-то там вопит, кричит, готовить не умеет, да, как говорят, супружеский долг плохо исполняет, не нравится, как ее еще? Они убивали своих жен просто там, татайком, да, и все, травили там, убивали, как угодно, да. И Моисей говорит, по жестокосердию вашему, или там вообще забивали, вопреки всему, да, на ней, все, не кормил, не поел, ничего, она как там рабыня и пинать мог, и избивал, да, лишь бы ее сгнобить как-нибудь. И поэтому Моисей по жестокосердию ихнему, говорит, лучше отпусти ее, только не превращай жизнь ее в ад, да. Вот что, Иисус говорит, даже несмотря на это, говорит, это неправильно, от начала так не было, но мы сегодня не будем о браке, у меня об этом тоже полно, еще я буду записывать ролики, вот, Иисус говорит, но в начале же создания не было так, в начале Бог создавал мужчину и женщину для любви, вот как было. Благодаря этому месту мы с вами, я как раз думал, где же вставить этот момент, мы с вами куда, в начало, как видите, возвратились и вспоминаем, мы с вами даже сейчас вспомним побольше, как и птицы, чтобы и рыб не убивали и всего, да, и сказал Бог, да произведет, мы как раз пропустим то место, Иисус уже процитировал о создании мужчины и женщины, что два вплоть единого, мы с вами сегодня по вегану, все-таки глазами вегана смотрим, нам эти места важны, Бытие, по-русски, первая книга Библии или Ветхого Завета, или, если хотите по-еврейски, первая книга Тора, Берешит, перевод на русский, Бытие, первая глава, ну и мы с вами там пропускаем все дни творения, сразу с пятого начинаем, с двадцатого стиха. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся души живые, и птицы да полетят над землей по тверде небесной. И стало так, и сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных, присмыкающихся которых, произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, заметьте, птицы и рыбы таким же благословением наделены, как и человек, плодится, размножаться и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле, и был вечер, и было утро, день, пятый, то есть мы видим, что душами живыми названы все, и птицы, и рыбы. И сказал Бог, это уже следующий день, а вообще крупные животные, так называемые млекопитающие, позвоночные, да, вообще с человеком в один день созданы. И сказал Бог, да и произведет земля душу живую, только уже не вода, а земля, породу ее скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так, и создал Бог зверей земных, Бог их создал, тех, кого убиваете, это создание Божье, зверей земных, породу их, несмотря, что он как бы землю наделил, да, этим даром, но тут прям так и написано, что как бы и произведет земля душу живую, но прямо сказано, что создал их Бог, создал Бог зверей земных, породу их, и скот их, порода их, Босс всячески во всем, поэтому используется всегда такой символичный прямой язык. Несмотря на то, что это земля якобы все производит, но Бог-то везде и в земле. Поэтому создает все Бог на самом деле. И скот породию, и всех гадов земных породиях. И увидел Бог, что это хорошо. Ну и потом Бог создает человека. Там, конечно, чуть побольше все это расписано, но мы, в принципе, с вами речь Иисуса тоже немножко прочли. И этого достаточно. И дальше-то это все одна книга, да. Мы с вами там, человек сотворен, я сейчас пропускаю. Вот ему тоже заповедь плодиться, размножаться, господствовать над всей землею и господствовать. Мы когда почему-то Бога называем Господом, мы подразумеваем, что это любящий нас родитель. Который о нас заботится, все нам подает, что нужно. Как любящие родители. Как мы стали господствовать. И почему-то мы это слово в бытие читаем, что Бог сказал господствовать. Там, правда, слово уродское, да. Там заботиться надо было. Я не знаю, кто-то это все переводил, как я говорю, до нас дошло. И заботиться обо всей земле, обо всех этих животных. Но там перели господствовать. Ну хорошо, я говорю, даже вы читаете эти переводы. Но я говорю, вы перенесите на Бога. Иисус сказал, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И не делай никому ничего, что не хочешь себя. И люби ближнего, как самого себя. Так почему, если мы к Господу обращаемся, поступай так, как хочешь, чтобы с тобой. Я почему-то хочу, чтобы меня Бог любил, заботился, все мне подавал. Бог верил нам в животных, чтобы посмотреть, как мы будем господствовать, какие мы боги. Мы оказались не богами, а дьяволами. Одна из знаменитых фраз веганов, камень в лицо трупожоров-убийц, что если бы у животных была религия, то дьявол в ней был бы и есть самый настоящий человек. Вот это действительно, абсолютно так. Что же Бог дал в пищу всему своему созданию? Людям, животным. И сказал Бог, вот я дал вам, Адаму и Еву, там речь идет, да, всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам все это будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал. Вот он, каким мир создал. И вот все очень, очень хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. В седьмой день Господь оставил мироздание крутиться в своем бульоне. Вот она какая заповедь, вот мир был создан веганом. Так куда Иисус отсылает? Вы скажете, ну там же было все-таки о разводе, о мужчине и женщине, а вот такого вопроса не было. Но мне всегда хочется сказать, ну вы что, совсем тупые? Я говорю, если, конечно, вы примете, что все, что... Вы посмотрите, насколько этот ролик по времени получится у меня, да... Час уже набегает, да... Скорее всего, под полтора, под два получится. Я всем привожу в пример. Такие Евангелие читается за два часа. Так там описано более трех лет проповеди Иисуса. А у меня один ролик на два часа. Одной конкретной маленькой теме сегодня посвящен. И посмотрите, сколько у меня. У меня 500 проповедей только на проповеди. И больше полутора тысяч роликов на Библии, когда читаешь Писание. Вот вам и вот. И уж не говоря, я уже вам сегодня об этом сказал. К этому мы будем все равно возвращаться. Кто это все написал, переписал, до нас все это дошло. Что там повырезали? А может, то же самое. Не может, я-то, конечно, знаю, что так и было. Но я вас призываю задуматься. А может, ему и такой вопрос задавали. И может, он вам сказал то же самое, что я сказал? Он скажет, ну это Иисус, это ты. И, вы знаете, он тоже был ни вида, ни величия. Вы поймите, никто в нем Бога не признавал. Никто абсолютно. Даже когда вы читаете опять эти уродские переводы, зачастую, где там якобы Иисуса Господом называли, там его называли не Господом, а Господином. Правильный перевод. Его никто никаким Господом не признавал. Не признавал. Его признавали и видели в нем абсолютно земного человека. Единственного, кого ждали евреи, как и ждут, мы видим, кто живет в современном мире. Мы все ждем только одного, Царя Небесного, земного. Вот из него видели этого Мессия, очередного Давида, который сейчас всех накажет. Они, евреи, весь мир захватят, поработят и будут жить, шиковать. Ешь, пей, веселись душа моя, ибо завтра умрем, как говорил апостол Павел. Вот и все. Никого больше в нем не видели. Поэтому где вы там читаете, что вы якобы Господин называли, или там распятый разбойник, покаявшийся, который назвал Господи. Он не говорил Господи, Господин. Это древнее обращение, потому что люди были кто рабы, кто слуги. Это было такое нормальное обращение. Если человек хочет себя самоуничижить, а к другому обратиться самоужительно. В нашей даже, в российской традиции, в принципе, мы тоже обращаемся к Господин. Господин президент, Господин такой-то министр. Это у нас тоже до сих пор ходит. Но это не Господь, Бог, Господин. Да и это, конечно, все от лукавого. Но у нас до сих пор так. Господин или гражданин, товарищ было в советское время. Это такое, знаете, товарищи, когда раз хотели равенство показать. То есть это такие эпитеты, да, они применялись. Ну, а его никто Богом не называл. Так что послушайте голос истины из уст христолюбца. Да, познайте истину, поступайте по ней. Как Петр писал, и таким образом вам откроются двери в небесное царство. Веря, веря, добродетель. Помните второе послание. И так дойдете до любви. А любовь и есть тот ключ от врат небесного царства. Вот такой вот эпизод, очень важный тоже. Каким он нам опять Иисуса показывает. Который куда, куда обращается. К истине, к добру, к любви. К веганскому миру, который был создан от начала. Вы знаете, это видят многие. Я видел, я вам точно ссылки не могу дать тогда как-то. Я не могу даже достоверность сказать. Но я видел, что я знаю, что и в иудаизме я видел. И в еврестве. Кто берешит, то вот так читает. И знает, каким мир был создан. Даже мусульмане знают, потому что несмотря на все, что и весь этот их Коран, это, как я всегда говорю, изложение с элементами сочинения Библии. Да, даже не Торы, а всей Библии так называемой. Причем такой фривольный, знаете, со своими там вкраплениями. Даже они об этом знают. Просто вопрос, что тоже не хотят по этому жить. Но любой здравый человек понимает. Вот каким был создан мир. Дальше все покатилось после грехопадения Адама с Евой, в частности, которая и выразилась в убийстве живого существа. Потому что смертью не наказывается никакой грех сорванного яблочка. Смерть порождает смерть. Они убили живое существо. Друг друга они убить не могли. И нам об этом прямо сказано. Они убили животное. Несмотря что опять до нас дошло все это лишь в притче. Что это якобы какой-то там плод был сорван. Сорвать плод – это убить животное. Ну, сделать грех, а в частности, было убийство животного. И именно поэтому, да, они сами вкусили смерть, стали умирать. Именно поэтому на них была кожа животного, которого они убили, натянута. И то опять символ, что мы просто стали такой же плотью, как они. Чтобы все это ощущали. Как говорится, эту шкурку на себя примерили. И стали убивать друг друга. Там все это прямо описано. Вот так вот. И более того, мы видим, что дальше они стали приносить в жертву животных. Уже Адам с Евой потом своих детей учить. То есть, мы видим, что первый грех Адама с Евой был именно убийство живого существа, животного. Вот очень важный момент, я надеюсь, вам тоже. Мы опять видим, какого Христа, который куда отсылает. Когда меня хулят за это, за то, что я посылаю всех вот туда. Не на три буквы, что иногда очень хочется. Так язык очешется уже этих трупажеров. А именно туда, к сотворению мира, куда и посылал Иудеев Иисус, который написано. Искушай его, спрашивали. Вот и ко мне с этим искушанием подкапывайтесь. Я ему говорю, познайте истину. Мир был создан веганским. Это мир любви. Бог ад не создавал. Его создали своими руками люди. Вот так вот. А в этом мире вам не то, что надо перестать убивать там животных. А надо еще их защищать. Царство Небесное – это не рай, который был создан Богом. Это то место, куда попадают люди горячие. Огонь, любовь, в которых просто полыхает. Это которые защищают, готовы себя пострадать, лишиться чего-то. Нести эти насмешки, поругания, поношения. Вот кто туда входит. Бог – любовь. Иисус за это все время страдал. Ну и вот мы с вами переходим от таких прям прямых, с животными, связанными какими-то моментами. Хотя уже вот это про разводы было, конечно, не прямым, а уже костренным. Но тоже близко, потому что он ссылает. Ну, вы поняли. У всех, видите, свои какие-то нюансы со своих сторон показывает. И я, конечно же, хочу вспомнить, знаете, вот я говорю тем, кто сейчас, видите, так нагнетается. Я не зря так говорю, вот эти вот, кто хулят, да. И вот правда, вспомните, когда, ведь это за несколько дней до ареста Иисуса уже все. И они идут как раз уже вот опять в Иудею, в частности, в Иерусалим, на праздник, на котором их никто не ждет. Иисус уже отдан был приказ арестовать, да, и он все равно говорит, идемте в Иерусалим, идемте в Иудеи, в Иерусалим, в частности, на праздник. Петр говорит, давно ли тебя, да, бросили, положили, ну, говорит, давно ли тебя не хотят убить, тебя вот только ищут, да. Но он все равно идет, и по пути они в неком городе хотели остановиться, их там не приняли, они были уставшие, как сторонники выглядели, возможно, не очень хорошо. Их в этом городе вообще сказали, идите отсюда, там, ну, или маленькое село было. И два ученика, один из которых любимый, ученик Иисус Иоанн и его братец, что сказали Иисусу Иисусу? Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, ну, Господин, как я вам сказал, правильно надо читать, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Иилия сделал? Вот ученички, три года ходят с Иисусом, творят даже сами добрые дела, какой их не уровень, огонь с небеси, снизвести, да? Что же отвечает им Иисус? Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать? Ой, нет, слушайте. Ой, я тут, сейчас, секундочку, я, когда страничку делал, кое-что тут накосячил сейчас. Ладно, не буду поправить, я, когда стихи менял, я тут разбил речь случайно Иисуса. Это как раз то место продолжается, 55 стих. Но обратившись к ним, Иисус запретил им, сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души животных, я тут души человеческие, а я вам подставляю души животные, а спасать. Это очень такой вот, знаете, вот действительно очень важный момент. Я, мою подсказку сейчас тоже с вами читаем. Все это нужно применить к животным. Иисус проповедовал даже любовь к врагам, но ничего не сказал о любви к беззащитным, жестоко убиваемым животным. Странно, не правда ли? Есть над чем задуматься. Так, есть над чем. Если или Иисус не Бог, любовь, или нам привирают в Писаниях, сам себе выбери Иисуса, я выберу Иисуса Вегана. Я что-то тут, конечно, напутал. Я когда готовился, видимо, стих надо было туда и вот другое кое-что прочесть. Но не суть важна. Просто я сейчас, если буду редактировать, у меня тут поплывет все, мне надо останавливать запись. Неудобно, да? Да я вообще мог вам это сам процитировать все, потому что я это, конечно, дословно знаю, да? То есть еще раз. Видя то, ученики его и Акфан сказали, Господи, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба, истребил их, как или сделал там целое село, город, может, там маленький был, нам там не совсем в Евангелии, понятно. Что им отвечает Иисус? Не знаете, какого вы духа. Какой дух в этих учениках Христовых? Ибо Сын Человеческий пришел не спасать, не губить души, а спасать. Губить или спасать? Вот я уже, я вот такую картинку сделал сам, состряпал, слепил. Вот вам Иисус, мне очень нравится такой тоже улыбающийся. Знаете, как в матрице, вот две руки к вам протягивает, ну там без таблеток, да, зелененькая, красненькая. Какую вы выберете? Я вот с разных сторон показал вот два варианта. Одна девушка-веганка с сердечком тут на майке, на груди, да, вся животными облеплена, которые ее затискивают нежностью. И вот тут тетя, да, у которой я люблю животных, как у нас все любят, да. Ну да, она любит только там уж кошечек, собачек. А полная тележка трупов, да, вон там, чего только нету, полный набор. Я не зря так Иисуса поделил на такую темную и светлую сторону. Вот губить, вот где любовь, ответьте мне. Я когда говорю, знаете, я как Павел говорил, я вот рассуждаю по-человечески, если хочешь, ну вот и в Писании сказано, да. У него есть хороший такой оборот, я всем его всегда привожу в пример, там он, правда, рассуждает о помощи проповедникам. И говорит, даже по-человеческому рассуждению он там рассуждает, что если там человек тебе, вот именно словом помог, душу тебе, можно сказать, спас, неужели много, если там ты ему 10 рублей подашь. Говорит, это по-человечески рассуждает, то до вас не доходит. Ну хорошо, вот и в Писании сказано, да, не заграждая рта у вала молотящего, причем дает символьные образы и опять его приводит, говорит, что это как раз вот применимо тоже к проповедникам. Вот, пожалуйста, мы с вами уже сегодня и Писание сколько посмотрели. И уже сейчас вот эти вот моменты, когда Иисус хоть говорил о людях, как, в принципе, и его на разводе тоже, о любви между мужчиной и женщиной, и сказал, что от начала не было так, чтобы вы там ненавидели друг друга, убивали, надо любить друг друга. Да. Соединяет-то Бог, то, что Бог сочетает, то есть, а Бог-то любовь. Человек-то не разлучает. Разлучает не любовь, так вы любите и расходиться не будете, да. И здесь, да, Иисус говорит это к людям. Да. Не знаете, какого вы духа. Духа. Вот когда мне начинают там втирать это, знаете, по Писанию, что-то вот эти все места там тыкать или как только не оправдываться. Я говорю, я вижу, какого ты духа. Что пришел? Что такое Бог? Что такое любовь? Любить, защищать, дарить, гладить, целовать или цепи, клетки, да, крики, слезы, кровь и убийства. Ну, где любовь-то? Где Бог-то здесь? На скотобойне или, да, на свободе, где животные радуются жизни, они там живут своей спокойной, счастливой жизнью. Посмотрите, сколько роликов сейчас. Мы живем в современном мире. Ютуба там, все, посмотри, как они там на солнышке кайфуют, тоже купаются, там играются. Они же такие же, как мы с вами, души живые. Мы с вами все сегодня прочитали, первую главу. Так Иисус для чего пришел-то? Особенно, когда меня вообще, у меня ревность горит, я готов просто. Я для чего эти ролики пишу? Чтобы оправдать Христа, чтобы заступиться за истину, за Бога. Кого вы в Бога, в кого превращаете? В дьявола. Вы сами в ад идете и других за собой ведете. А почему? Потому что из Бога сделали дьявола. Иисус пришел, особенно когда вы места еще из Евангелия выдираете. Что якобы Иисус там, да, что-то там на прощальном ужине ягненка жрала, а перед этим, получается, сдал приказ, отдал приказ убить ягненка бедного. Вы кого делаете из Иисуса? Вы кого делаете потом из себя? Какой ваш Бог? Какой пример? Иисус пришел для того, чтобы вы убивали дальше животных? Бог любовь воплотился. Сам говорит, вон, посмотрите на первую главу. Об Иисусе сказано во всем богословии, есть такое понятие в ортодоксальной протестантской церкви, что Иисус пришел воссоздать Адама. Я говорю, где же он его воссоздал-то тогда? Разве Адаму не было сказано, о чем мы с вами сегодня прочитали? Да. Так воссоздал он Адама? Да. Адам должен был с Евой убивать животных, пожирать их трупы? Нет. Или эксплуатировать? Он разве не должен был заботиться и любить их, и быть ими любимыми? Они все к нему подошли, он их всем нарекал имена. Разве не так это было? Так значит, Иисус и реализовал этого Адама, значит, он пошел истинным путем. А раз он был Богом любовью жертвенной, даже на кресте умирал, не проклиная врагов, значит, он и защищал, значит, он проповедовал веганство в мире, лежащем возле убийств, трупожоров. Конечно, так. Мы видим его слова относительно человеков, как он говорит. Да, для его учеников спалить город с людьми, с животными, ничего не значит вообще. Они людей не жалеют. Он им проповедовал за любовь к врагам? Конечно, этот случай, о котором я вам сегодня напоминаю все время, да. Почему я говорил, некоторые ролики отдельно я даже не стал, этот случай не к животным, как бы. Он бы не вошел в рамках плейлиста «Веган по Библии». Я вот в сегодняшнем этом, последнем ролике хочу показать. Иисус проповедует любовь им к врагам три года, любовь к ближнему, правильную любовь к своим как раз, как раз к своим не особо-то там надо, да, все поощрять, к своим быть строгим как раз, да, к ученикам там и так далее, к друзьям, к ближним вообще помогать там вплоть, все ему отдать, как этот добрый самарянин, поднять на ноги полностью человека, да, если он там здоровье потерял, все, деньги, и уж тем более любовь к врагам их учит. А они какой-то город только за то, что их не приняли, им ничего плохого, ну не приняли, да, ну плохо, ну такие люди нехорошие, да, решили, что они какие-то бомжи там странствуют, тем более тогда много в Иерусалим, это же праздник опять, там все забито было, ну и негде им там места, и никто, может, кого было, кто-то там хотел за денежку сдать, потому что евреи шли со всего мира на праздник, все время стараются в Иерусалим приехать сейчас, прилететь на самолетах, неважно, ну не приняли их, да, ну а эти сразу два ученичка Христовых, давай сразу весь город спалим. Иисус говорит, не знаете какого духа, я пришел не для того, чтобы губить людей, а спасать. Вот насколько это важно, насколько это легко применимо и к животным, неужели вы думаете, что Иисус пришел, чтобы, да, оправдать все зло, ему да лампочки, что Моисей там, да, по жестокосердию даже дал им это повеление, что ну да, там разводись, лишь бы до смерти не забивать, а Иисус никогда не шел на эти компромиссы, он говорит, нет, ты просто не забивай ее до смерти, не трогай ее вообще, полюби, а у нас все по закону, да. Ну там не хочу сейчас трогать своя тема долго, у меня в принципе на развод, я там все записал, кто знает, у меня есть, и тем я еще буду по отношениям записывать между мужчиной и женщиной, но немножко в другом русле. И по разводу у меня тоже все есть, посмотрите, там свой смысл, да, неужели мы не все это не можем к животным принести. Давайте, чтобы не увязать, следующее еще место, это кто помнит исцеление Сухорукова, я даже картинку не стал, я сразу вот этот свой пост сделал, ну я говорю, тут немножко напутал, получается тот разбил стих, вы видите, да, ну неважно, подправлю потом, сейчас если я буду во время делать, у меня тут все поплывет. Вот, Иисус находится в синагоге, там набожные, намоленные люди молятся, сидят, да, Богу там благодарности воздают, все такие святоши, прям, да, только двери рая открывают, все, взлетят сейчас, прям пули туда. Нет, там некий человек с иссохшей рукой, я вам уже рассказываю, я вам лишь один стих зачитаю, не буду все это зачитывать. Иисус спрашивает их, что должно, и когда он решил его исцелить-то, да, все стали сразу роптать там на это дело, ничего себе, в субботу, да еще исцелять, еще добро творить, да, ну и что, пусть он там всю жизнь с этой рукой, это у нас две руки, ну и что, нас Бог любит, а он грешник, наверное, они же так все там евреи считали, что не так с человеком, значит, все по делам, да. Да, что их спрашивает, мы с вами, 9 стих, я хочу всего зачитать, тогда Иисус сказал им, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти, ну тут душу, переводится на дальние, как жизнь читается, да, там одно и то же еврейское слово, оно несет два смысла, душа или жизнь, слово душа у евреев всегда было как жизнь, да может так и читали, это нам тут перевели, спасти жизнь, то есть защитить жизнь или погубить, спасти душу или погубить, добро или зло, слушайте, вот кто меня сейчас умудрился, набрался терпения, несмотря на то, что он распирает от злобы, от того, что он убийца-трупажор, и вот он тут совсем со мной не согласен, вот что выбрать, спрошу я вас, веган-христолюб, добро или зло, защитить жизнь животного, кто выше-то, или убийца, который нещадно убивает все это, или вы, который проплачиваете, там за вас убивают на скотобойнях, а вы лишь такие ягненки непорочные, за это просто платите и ручки у вас чистые, нет, у вас ручки не чистые, вы по макушку в кровище в этой, будете в аду гореть, так что я вас спрошу, в субботу, день божий, что сделать-то надо, добро или зло, спасти или погубить, кто будет в небесном царстве, вы что ли, нет, конечно, веганы там будут, тоже далеко не все, кто знает, как я на веганов наезжаю, обречаю их за эту ненависть порой к людям, нелюбовь к людям, все скатилось к любви к животным, все, ничего, дальше трогаться не хотят, тоже обличают то же самое, где они будут, ну будут-то они там одни животные, ни одного человека, будет это небесным царством, нет, конечно, кто хочет быть в небесном царстве, любви, с Богом, любовью, Иисусом Христом, где все, что он создал от начала, и что будет творить дальше, что мы все с вами сможем творить, там еще все, как и здесь творим, и домики, какие-то вещички, игрушки, но там будут люди, абсолютной любовью, как абсолютная любовь есть Бог, там никакого зла, в невесте Христовой, сами апостолы говорили, нет ни пятна, ни порока, это святость абсолютная, называть себя христианином, называть себя там каким-то детем Божиим, я кого-то только не слышал, там что только не проповедуют, не важно, там проповедник, саентологи, не саентологи, дети света, там, ты только нет, никому себя не относяешься, не важно, Иисус сказал узнавать людей по делам, вы меня обличаете за то, что я любовь проповедую, добро, что выше, погладить или пинка дать, неужели это непонятно, Бог дал нам это понимание, вот, как говорят, кожей все поймешь, глазами, ушами, языком и носом, и руками, пять чувств человек, все поймешь, неужели непонятно, где ласка, а где боль, все понятно любому человеку, вам все органы Бог дал для этого осознания, а внутри анализатор под названием умное сердце, а дальше грех на вас, что вы будете делать, ну хорошо, Адам с Евой первый раз убивает это животное, разве они умирают сразу, хотя Господь их предупреждал, что когда они согрешат, умрут, нет, когда они вкушают смерть, когда они не покаялись, потому что Господь вас звал, но что вы сделали, да, без опыта познания греха, невозможно, стать святым, мы во все тяжкие в этой жизни вляпываемся, но когда ты вляпывался, ты понял, что это зло, когда это зло к тебе вернулось, и ты понял, что это такое, у меня, конечно же, целые ролики в рамках плейлиста Веган во Христе на эту тему есть, что потом они вкусили вполне Адам с Евой, сами подохли, да, как эти, как пес, смердявые, так и есть, потому что они как животные, и тут хочется сравнение такое, вы понимаете, что я хочу просто эту мысль подчеркнуть, вот, их не дети начинают убивать друг друга, Каин убивает Авеля, они все это вкусили, все, все, все то, что они смерть внесли в мир, и все радости, в кавычках, всю боль этого поступка, да, этого богоборческого поступка, убийства живого существа, неважно, неважно какого, которые душу живую имеют, которые было запрещено убивать, мы имели право питаться только плодами растительного мира, мы не должны были ни во что там одеваться, их не убивать, не насиловать этих животных, не порабощать в клетке, да, не эксперименты над ними проводить, да, не мучить их просто так ради веселья там, да, вот, ничего этого не было, но тут у меня есть маленькая пометка, у детей божьих нет понятия поста, у них есть полное отречение от греха, в понедельник и среду я мясо не ем, а в остальные дни с удовольствием убиваю животных, дебильное религиозное выражение, ешь что хочешь, даже в пост, только не человека, только человека не ешь, хотя к тому, что в принципе эта страница была посвящена, у меня много роликов набралось, я вообще когда-то назвал пост, постоянство в любви, постоянство, пост слово, там православное, католическое, или даже протестантское, я говорю, вы его расшифруйте, это постоянство в любви, все эти ваши религиозные диеты, это вот так называется, как у вас, это никакие даже не посты, смысл поста, от грешности перейти в святость, это тренировки, это каждый день, все новое и новое, добродетель, и она не заканчивается, пяти, это вы все дури-то придумали, еще оттуда, оттуда, от Моисея взяли, все это, все это в христианство перенесли, Иисус этому никогда не учил, поэтому все эти ваши посты, которые вы там якобы, сегодня что-то даже отказываетесь, завтра продолжаете убивать, это все чепуха, вы будете в аду все гореть, это очень важно понимать, в принципе, я, так скажем, все сказал, то, что хотел, по веганству, по Иисусу, то есть, каким нам представляется Иисус, да, вот эти вот, мне, как я вам сказал, нравится больше всего вот эта, вот иллюстрация, я ее поэтому и на значок, там, добавил, но здесь, может, плохо видно, много слов получилось, на значке, они есть разные, есть вот такая, вообще, фотография, так понимаю, да, реальный человек, вот, есть вот такая цветная, есть такая черно-белая, она прям уж больно такая, темная, как-то от нее, аж прямо адом веет, хотя прям один похожий, я даже не стал вам показывать, вот это мне, в принципе, тоже так нравится, но больше всего мне вот это, как-то спокойно так, и уж здесь совсем нежный ягненок, и это так и есть в жизни животные, они просто прекрасны, да, мы всех их любим, да, и ягненок ничем ни от кошечки не отличается, козлята такие же веселые, прикольные, вон в деревнях их встречаешь, их еще не привязывают, смотришь, как они веселятся, там и бодаются, и все, и к мамке бегут, жмутся, тут же может к тебе побежать, и он вроде хочет, но боится, да, именно они нас боятся, потому что даже веганов, потому что все равно в них сидит этот страх, потому что везде дух смерти витает, и они знают, что человека чего-то только не жди, да, все это изменится, конечно, в небесном царстве, в их природе, а нашу природу свою, мы должны сами поменять, вот какой Иисус у нас, разве похож вот этот Иисус с такими фразами, разве мог человек говорить только о любви к людям, и тут же перерезать глотку животному, нет, конечно, посмотрите на настоящих веганов, таких как я, конечно, веганов, как я вам сказал, я сам обличаю, в них злобы полно, злобы не той праведной, о которой я вам сейчас говорю, чтобы вы покаялись, и вот, и не я вас посылаю, вы туда идете, я хочу вас оттуда выдернуть, я хочу вас с собой забрать в небесное царство, где будет любовь и радость, как Иисус и говорит, не я вас посылаю, вы сами, а пойдут праведники, в жизнь вечно грешники, он говорит, сами пойдут, они пойдут туда, где такие же как они, вам же видите, вам даже, вы даже ролик мой посмотреть не можете, а если можете, да, вы сейчас сожрете меня в комментариях, с потрохами, как говорят, вы пойдете туда, конечно, потом Иисус по плоти разделит, ты хотел с этим, ты таких как он терпит, ну хорошо, мы там будем, да, где любовь и мир царит, а вы будете там, да, только там уже не будет животных, чтобы вы их мучить больше не могли, там вы будете друг друга мучить, и жрать, и убивать, и насиловать, и опыты ставить, потому что больше некого будет, на тебе при чем начнут это делать, там найдется против лома другой лом, который будет посильнее тебя, и ты окажешься в этой роли, и ты все поймешь, поэтому я хочу вам все-таки слова Иисуса зачитать, да, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвернись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою, жизнь свою, вот эту земную, сберечь, и хорошо провести, тот потеряет ее, а кто, на самом-то деле, а кто потеряет эту жизнь, то есть вот это все блага, да, боязнь, что там родственники не поймут, друзья, что я какой-то дурачок, не от мира сего, да, животных люблю, людей люблю, врагов люблю, пацифист, тот, а кто все это потеряет, все вот эти вот, друзей там, все эти мнения, да, ничего не будет бояться, тот обретет ее, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, здесь Иисус говорит о том, что да, все у тебя будет хорошо, все у тебя, устроишься, будешь вечно молчать, всему злу потакать, ну, или молчаливым, добрячком таким, нет, тот душе своей повредит, и какой выкуп даст человек, за душу свою, Иисус, конечно, говорит образным языком, никто никакого выкупа там ничего действительно не даст, ты просто тот, кто ты есть, и когда это откроется, ты сам ужаснешься, что в тебе есть, а выкупить нечем, потому что ты тот, кто ты есть, это не покупается и не продается, где сердце ваше, там и сокровище ваше, любовь, она не приобретается деньгами, ее человек в себе сам раскрывает добровольно, ибо придет сын человеческий, во славе отца своего, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его, это очень важный момент, мне хочется сказать, чтобы меня услышали и ортодоксальные люди, кто к ортодоксальным сектам относится, к православию, к католицизму, которые думают, что можно грешить, да, я грешный, грешный, супер грешный, а потом у батюшки под полотенчиком, у попика слезы крогодили, полить, да, и дальше продолжить грешить, а Бог, Бог-то милостивый, потом меня простит, Бог никого не прощает, Бог никого не наказывает, каждый получает, как Иисус говорит, по делам своим, то, что он заслуживает, в нем просто после разрешения от этого тела раскрывается то, кем он нам был, это будет видно всем, как сейчас мы видим собственное тело, но мы можем быть, самый красавчик, или красавица может быть исчадьем ада, да, и брехуном, и все на свете, там ни от кого не скроешься, там все явно, тайное станет явным, все, какие мы есть, явится не только внутри нас, это будет, это явится и будет видно на духовном теле, какой-то любвеобильный, какой-то добрый, какой-то смелый, какой-то сильный, какой-то честный, это будет, природа внутренняя, станет видно на духовном теле, сейчас мы можем, мы рубить внутри полным дерьмом, и все это скрывать под красивой личиной, да, мы можем улыбаться, да, брехать прям с три короба, никто этого не видит, пока это не станет явным, в красивой одежечке быть, да, несмотря на то, что у нас там гнойная проказа по всему теле, там этого невозможно будет сделать, я вам этого искренне не желаю, вот, я пишу, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, мы обольщаем себя, думая попасть в Божье царство любви, хотя в сердце нашем противоположны, ей любви, чувства и дела соответствующие, если вы убиваете животных, проплачиваете эти убийства, цирки, зоопарки, медицинские эксперименты, шубы, все эти ваши кожи, если вы не любите животных, а проявляться она должна тем более, в мире лежащем возле, в защиту их, вы будете, это место точно, я говорю, как я говорю, адом, ну это и будет, просто в понимании святого человека, это ад, куда вы попадете, для вас это будет, так скажем, нормальным, оно вам вначале покажет нормальным, да, потом вы взводите, когда там очудитесь, хочу вам просто вдогонку словам Христа и апостола Павла и к протестантам, да, я забыл, да, вас, любимых, дорогих, чуть вас мимо не прошел, и вы думаете, что вы там спасаетесь, поверивай в Иисус Христа, это чепуха, это чепуха, слово спасение говорится о прощении, о том, что да, если ты каешься, прощаешься ты даром, купить прощение невозможно, но святость достигается, как Иисус говорил, тяжелым, узким, тернистым путем того, кто себя понуждает, и что 1.30, 1.50, 1.100 в святости процентов становится, об этом рассказывал Иисус, об этом говорил апостол Павел во всех своих посланиях, и в первом послании к коринфянам, в частности, но его я сегодня не буду зачитывать, и так ролик уже большой получится, зачитаю из второго, где он вообще прямым, он, конечно, в первом тоже говорил, что кто-то спасется, как золото будет там сиять, кто-то как алмазики, кто-то как там свинец, а кто-то еле-еле, как человек, который из пожара только что выбил, выбежал, все потерял в доме, дом сгорел, как там Павел-то говорил, а другой спасется, ну так как бы из огня, как будто он только из пожара из дома выскочил, как выскочил, у меня горел один раз там подсобное помещение, и там тушили пожарники, это не горело вот так осенью, холодно было, в труселях мы там в бане парились, она загорелась, вот, неприятно все это, да, вот так спасется, но, да, это разве как золото, нет, но во втором своем послании, он вообще прямо пишет, это второе послание, Коринфянам, пятая глава, с первых по десятых стих, и так знаем, что когда земной наш этот дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, да, оттого мы и воздыхаем, то есть да, ты будешь без вечной жизни иметь, ну какую, оттого мы воздыхаем, желая облечься в это небесное наше жилище, только бы нам, говорит, и одетым не оказаться ногами, у меня на это место есть отдельный плейлист суд Божий, суд Христов, поэтому я, конечно, сильно останавливаться не хочу, но вдруг кто-то впервые это смотрит, поэтому я кратко зачитаю, я там разжевываю каждое слово, хоть Павел и так все понятно пишет, но протестант умудряется, я с одним говорил, он даже пытался, как червь, правда, на сковородке, неудачное сравнение, да, бедный червячок, или как говорят, как уж, да, крутиться, тут вы сейчас увидите, что все прямо будет сказано, но они умудряются даже это место извращать, потому что они все, все свое богословие поставили, поставили на вырванных стихах из Нового Завета, причем по большей части даже не на словах Иисуса Христа, который прямо говорил, каким образом достигается Небесное Царство, узким тернистым путем, понуждающим себя, человека, творит, исполнять заповеди Христовы, что кто слушает и не исполняет, подобен человеку безумному, построившему дом в своей на песке, а слушающим, исполняющим, подобен человеку разумному, построившему дом в своей, на камне, еще его и построить надо, да, но камень это слушать и исполнять, вот, а уж что-то там не исполняешь, таков и дом будет, хижинка, хлюпленькая, как помните, у трех поросят, нуф-нуф, наф-наф и ниф-ниф, а у кого-то будет хороший дворец, да, храм, Соломон, Иерусалим, да, град небесный, вот, так и здесь, я уж не буду, да, как это, одетым и тут же, нагим, я сегодня уже и так, по идее, может, не все это не нужно было сегодня говорить, в рамках этого ролика, да, но я решил все-таки это показать, может, на кого-то это подействовать, я в этом ролике хочу, конечно же, и пряником, и палкой, как говорится, вот, как родительское, отеческое воспитание, да, только бы нам одетыми, не оказаться ногими, но это как Иисус говорил, вы только мыслите о себе, что вы что-то имеете, вы, говорит, все потеряете, что вы фантазируете о себе, Иисус такими же речами, подобными говорил, я просто хочу, даже для протестантов, они очень любят апостола Павла, да, ибо мы, находясь в этой хижине, вот в этом теле, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, просто умереть, да, позорно, но облечься, внетление, чтобы смертное поглощено было жизнью, но это самое бессмертие создал нас Бог, и дал нам залог духа, залог только, да, какого, вот мы крестились, кричим, я христианин, я Бог, любовь, все, я понял, все, да, залог, это у тебя есть, как ты его реализуешь, эти таланты, и так мы всегда, у тебя есть Евангелие, у тебя есть первая глава книги бытия, у тебя есть Евангелие, у тебя есть Новый Завет, у тебя есть, вот, учителя проповедник, как Иисус говорил, вы одних умных побьете, других убьете, как ты реализуешь, и так мы все благодушствуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, когда мы здесь живем, да, ибо мы ходим в веру, и о невидении, то мы благодушны, мы желаем лучше выйти из тела, и водвориться у Господа, и потому ревностно, вот теперь обращаю внимание, особенно на концовку этой мысли апостола Павла, абсолютно не выдерна из контекста, несмотря что это часть огромного послания, а точнее даже двух посланий к одной церкви, и потому ревностно стараемся, вы можете после ролика спокойно взять, если сил хватит, перечитать два послания, это 16 и 13 глав, сколько? 29 глав, это почти два Евангелия, два раза Евангелия прочитать, сможете, пожалуйста, но тут смысл идет конкретный, ибо поэтому ревностно стараемся, не спасаемся по вере в историческую личность Иисус Христа, что якобы Бог приходил во плоти, и умер за мои грехи, нет, он говорит, и потому ревностно стараемся, во дворя, если или выходя ли из тела, быть ему угодными, ибо всем нам, всем нам, Павел даже себя не отделяет от христиан, протестанты давно себя из стада Христова отделили, нет, Павел даже не отделяет, ибо всем нам, я пишу, христианам и Павлу, должно явиться предсудилище Христово, именно Павел вносит это слово, которое я очень люблю, а то, да откуда там суд над христианами будет, да Павел говорит, о суде, причем назван, причем это слово, в мире даже неверующих людей, вы знаете, всегда, более того, она в таком, даже язычнике, я их так назову, не христиане, пользуется им в отрицательном контексте, как говорят, есть суд, а когда человека неправедного судят, ну, вы в современном мире живете, не знаю, для русских скажу, там, Навального, известный случай, как судят, когда хотят русские, по крайней мере, это на русском сленге, я не знаю, как на других, в других народах, но в нашем, очень часто, когда говорят, что суд неправедный, идет, да, там, заранее уже с вынесенным приговором, там, проплаченный, политически ангажированный, да, говорят, судилище, и заметьте, именно здесь это, а кто не в курсе, именно отсюда это слово взято, что оказывается, потому мы, он пишет не язычникам, это не Евангелие, это не благовестие для язычников, это Павел пишет в церкви, в послание, и он не говорит им, проповедовать язычникам, вот это вот, зачитайте на каждом там угле улицы, нет, он их там обличает, в их грехах, во всех, это послание конкретно церкви Христовой, которую он сам насадил, кстати, которых родил во Христе, и он говорит, и потому ревностно, ревностно, со всем пылом и жаром, стараемся, трудимся, как Иисус говорил, понуждаем, всякий понуждающий, нудящий, там такое слово синодальное, церковное, да, себя, стараемся, выдворяем, быть ему угодными, а как, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, протестанты, я с одним лично общался, вот он пытался это все извращать, мне в глаза смотря, но это будет награды раздавать, он говорит, они прям, я прям ему читаю, вел его по этому, и смотрел, как он как уж на сковородке, уж простите, вегана за это, образ этот, да, извивался, я вот смотрел, насколько они, вот как Иисус сказал, какого они духа, он прям извивается, но я-то знал, чем она хорошо заканчивается, я знаю, что они даже это не знают, им же это место, им места подобные, связанные с судом, тем более над христианами, они никогда не цитируют на праповеди их, вы не найдете ни одну в реальности, или в интернете, или в реале проповедь, чтобы они ничего не говорили о суде над христианами, они говорят, нет никакого суда, есть одни награды, они лжецы, они извратили учение Иисуса Христа, тебе никакая праведность по вере, по Иисусу Христа, никакая праведность Христовой твоих грехов не покрывает, речь идет о прощении, все там, где эти слова, спасение, покрывает, и речь идет о прощении, когда мы прощаем другого человека, он ничего нам за уже причиненную боль, ничем реально не может возместить, ничем, все, она уже в истории записана, слово вылетело, как говорит, не воробей, его не поймаешь, птицу можно поймать, слово уже не поймаешь, ты уже обидел, человек сказал, ты негодяй, там, урод, а он красавец, ты его хотел просто обидеть, ты ему уже это сказал, да, это ты никак, ты можешь просто сказать, прости, он может тебя просто простить, об этом идет речь всегда, о спасении, о покрытии грехов, о том, что Бог есть любовь, об этом, но потом святым Богом, любовью, жертвенной любовью, когда должен в жизни пройти путь, защищая кого-то, обличая, ты будешь нести крест, там, поруганий, поношений, невзгод, лишений всего чего-нибудь, там, увольнений и так далее, но, вплоть до самой жизни, когда ты этому научишься, ты станешь как Бог, и будешь там, где сам Христос, нам должен явиться в предсудилище Христовое, когда этот протестант крутился, еще раз скажу, как уж на сковородке, да это награда нам будет, христианам, просто кому побольше, кому поменьше, хотя у вас вроде у всех спасенные, поэтому, но он уже стал крутиться там, да вот это будет кому раздаваться награды, я говорю, у вас же все одинаковые, вы всех как одной краской помазали, черно-белое бытие, все грешники в ад, все праведники в рай, все спасены по вере, нет, должно явиться предсудилище Христовое, что мы там делать будем, я читаю, прям по-русски написано, чтобы каждому, каждому, я говорю, Павел себя не отделял, он говорит, всем нам, не вам он сказал, а нам, он тоже явится, Павел тоже там будет, и Петр там будет, все будут, каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, я уж не помню, он что-то там пытался, по-моему, опять ответить, я уж просто смотрю на него, я понимаю, что это дьявол передо мной, какой бы он там христианин не был, Библию читает, я понимаю, что человек дьявол, он готов все извратить, любую истину, разве Иисус не сказал, что каждый получит по делам своим, соответственно тому, что он делал, Павел пишет церкви, спасенным по вере, или тем, кто под полотенчиком, лицемерно, как это есть такое понятие, я не просто так его употребляю, знаете откуда, но крокодили слезы, и дальше продолжают грешить, нет, ладно, я уж хотел, кто знает, зачитайте, кому интересно, я не буду для вас читать ролик, и так очень длинный, я уже что-то устал, я хотел вам, знаете, второзаконие, хоть вы знаете, как я отношусь к Ветхому Завету, к тому же самому Моисею, но я вам, если интересно, прочитайте просто второзаконие, 30 главу, это так называемое завещание Моисеева, на этом книга заканчивается, там еще две главы, уже просто как он умирает, а вот это его такое завещание от первого лица, да, я вам только, там несколько раз эта фраза повторяется, и в принципе, как я вам говорил, что все это религии понятны, все религии, как говорят, хороши, да, все религии нужны, но это про профессии, так сказано, это я уж интерпретирую, и вы знаете, вот здесь то же самое, я много раз об этом говорил, да, все религии якобы говорят об одном, что все праведники идут в рай, все грешники в ад, и вот делай добро, а не делай зла, но я всегда говорю, вы когда почитаете, каких делах конкретных призывают люди, конкретные дела, окажется, что добро-то у них какое, животное убей, во славу Божью, еретика сожги, во славу Божью, врага народа посади, в гулаге сгноби, во славу Божью, ты же за народ, да, врага на войне убей, во славу Божью, посмотрите, каким делам они призывают, соответствуют они истине Божьей, любви, нет, Иисусу для христиан, если Евангелии, нет, а что называют злом, а ты платочек не надел, а бороду мужик побрел, а в церковь не ходишь, а тыры, 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 правила не вычитал, не помолился, намаз не сделал, это называют злом, да, все перевернуто, но вот знаете, я не зря, вот это просто Иисус, вот такой, с выбором, из матрицы, я вам только одну скажу, там во второзаконии несколько раз, и там прям это мусолится, там очень хорошо все это, вот если не брать, если знаете, 30 главу вырвать, потому что там о делах конкретных не сказано, тех, о которых говорится в этом же второзаконии выше, да, кого надо убивать, кого побивать камнями, вот за те же самые порой, что бороду сбрил, да, или палочки собрал в субботу, костер разжег, вместо того, чтобы сидеть в субботу и не двигаться, да, если убирать все дела Ветхого Завета, вот 30 глава просто чисто так, как говорит, словесными прикрасами, стихами прочитать, очень хорошо, вы знаете, это вот там прям, как вот из матрицы, да, жизнь или смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери жизнь, там несколько раз, и вот так по кругу, все это глава, вот в этом плане, я вам уж не буду читать, я думал почитать, не почитать, и так сильно уклоняемся, по идее я вам хотел Христа Веганам показать, но заканчиваю таким, я не зря сделал эту иллюстрацию, она очень хорошая, напоследок мы, конечно, закончим положительным, естественно, вы должны прийти в небесное царство не из-под палки, и хоть я о палке, о суде я говорю, ведь я какими речами говорю, речами Иисуса, и его настоящих учеников, хоть у них там косяки свои были, у апостолов, но много они чего поняли, да, это очень важно понимать, Иисус никому не грозил палкой, там, адом, вы говорите, что вы сами там окажете, потому что, конечно же, Иисус есть Бог, любовь, это родитель, и вся наша жизнь, и вот это мы живем, сколько тут еще, от рая, до второго пришествия, потом до тысячелетнего царства, и вот этого великого суда, когда люди сами планету пополам расколют, сожгут огнем, да, это школа жизни, конечно же, она будет вечной, и потом, и после великого суда, да, но кто не хочет попасть в небесное царство, все хотим, так чтобы попасть, то надо стать кем? Богом, любовью, это очень важно понимать, и конечно же, туда не палкой загоняется, туда сами приходят, вот, это очень важно понимать, вот, поэтому, конечно же, судом здесь я не пугаю, просто хочу вот эту дурь, чтобы, для чего я все это говорю? Я потому что люблю вас, и желаю вам блага, потому что от того, что вы сели, вот так вот ручки сложили, спасение по вере, вы, как Иисус и предупреждал, вы, и как в Откровении сказано, вы тепло-хладные, и Бог изблюет вас из уст своих, это опять все, ну, ладно, книга в Откровении там тоже своими, такого немножко ветхозаветного духа, там есть такие моментики, да, поэтому, ну, пример это там правильный, вот именно, они там тоже, она в таком прям стиле, да, но она опять же говорит, не то, что Бог, хоть мы очень часто от лица Бога все это, дело не в том, что Бог вас изблюет, вы сами там будьте, вам Бог не нужен, я говорю, вы, вы знаете, меня отвергают, вот в веганстве, особенно христиане, точно так же иудеи отвергали Христа, и не думайте, что это от гордости, какое-то сравнение, точно так же, ни вида, ни величия, я ни поп, ни пастырь, нет у меня богословских образований, да, я вам говорю просто о любви к животным, и вы отвергаете ее, это лишний раз говорит, что когда убери у вас авторитеты, палку, или если бы это было в Евангелии написано, один из роликов тоже у меня есть, я его так и назвал, евангельские законники, вы не христиане, вы не познали Бога, любовь, вы даже то, что в Евангелии соблюдаете, только потому, что там это написано по бумажке, а вы так и не познали, что Бог просто любовь, там подтерли вам все веганство, и живой пример, я говорю вам о веганстве, которое подтерли, и вы не принимаете, у вас сердце не открыто для любви, это вас обличает просто, вот и все, вы просто исполняете, что в бумажке, вы такие же иудеи, которые исполняли, вот то, что там Моисей сказал, а истинной любви, вы не познали, что Бог есть любовь, вам это не открыто, если бы вы познали, вы бы слышали голос любви, сходите на скотобойню, да и и сходить куда-нибудь уж ладно сейчас эти тут конечно плохо но где вы возьмете кролика ну кто-нибудь может разводит вас там знакомы в деревне дали где-то есть с такие есть чуть ли нигде там типа людей лечат уголки заводит и там детей каких-то больных или еще ну короче день это я просто чтобы помимо кошки или собаки можно конечно вы от кошки собаки испытываете любовь вот от какого животного который убивает до тех самых кроликов их там или зайцев эти охотники это кто-то разводит на убоих да да вы возьмите попробуйте это же нежнейшее существо который берешь у нас весь вот так трясется к нему такие чувства испытываешь невероятные да ну а кто-то их жрет спокойно еще лапки обязательно дают когда кроликов убивают там шкуры сдирает и приносит уже разделанными я сам не видел мне рассказывали деталла подают чтобы уж они очень на кошек похоже и чтобы да а то я кошки не ем она же в россии кошек не едят поэтому когда кто-то кому-то зайцев там подстрелянных и охотник приносит или субои кто разводит на убой обычно кто на убой разбой кто кролику держит они говорят что они любят животных потом правда их забивают да и лапки обязательно отрезают с лапками дают что по лапкам было понятно все таки понимаете лапы у кроликов и и и и у кошек отличается и вот вместе с этой тушкой уже со со снят там непонятно уже до шкуру снимать за человек и в других целях как раз эти же используют вот но лапки отдают вы посмотрите этот ужас я хочу еще одно место прочитать она уже так переходная как раз к тем кто действительно кого сердце открывается это уже галатом тоже павел писал каждый до испытывать свое дело опять тот же самый павел да спасенный по вере как от протестанта любит каждый до испытывает свое дело у свое дело на метр свою жизнь тот уровень на котором ты и здесь он не говорит просто о спасении по и по вере не то что он потерял завт приобрел он говорит о совершенстве я уже не буду все все упал на перечитать где он говорит что должны быть совершенными как и христос совершенстве в любви он все время должны достигнуть не просто спасибо совершенстве в любви что мы должны дать совершенно летнего христового возраста мы можем быть маленьким во христе еще младенчиками потом возрастаем возрастаем это разве не павел этому учил разве это противоречит учению с христа который говорил что да должны вы быть святы как святка спать бог если бог убивать свое творение которое создал каждая до испытывая свое дело тогда будет иметь похвалу только в себе они в другом ибо каждый понесет свое время а я тот ролик сказал вам да только в себе они в другом ибо каждый понесет свое время я не скрываю там немножко другом смысл тоже и висит павел там о людях говорит но я как вам сегодня и слова иисуса тоже падает под веганство глазами вегана читал здесь тоже самое просто представьте что это относится то же самое вот по поводу павла там что якобы про мясо уже я уже в начале озвучился с конца еще конечно скажу мы еще все будем читать где-то места неудобо носимые неудобо варимой да вот но вы прочитайте вот эти места я просто он тоже говорю насколько люди тоже они там к любви к людям призывали животных убивали до имеет только в себе они в другом и в каждый понесет свое время там был другой контекст там еще до грешник грешнику заглядывает я просто хочу такие вдохновительные слова наконец но и для людей верующих важны такие места что из писания до наставляемый словом делись всяким добром с наставляем ищем да не обманывайтесь бог поругаем не бывает я вот отсюда люблю обычно но я взял побольше четвертый стих что вот это каждый испытывай свое дело до что посеет человек то и пожнет не спасение поверенная сеющий вплоть свои и плюс мне нравится как тут тут веганство все равно его слова прям хорошо притягиваются то сеющий в плоть от рупажора они вплоть сеют ты как иисус сказал кто эту жизнь возлюбит ой пожрать бы повкуснее течу еды мало еды навалом еды навалом пищи богов навалом фрукты овощи крупы орехи грибы чуток нету бобовые все же кулинарить можно до сеющий вплоть от рупажора их бог чрева как в другом и иуды в послании сказано да они мыслят и земном я всегда это тоже фразу употребляю сеющий вплоть вот вы убийцы животных ради пожирания трупов а вы вплоть сеете вы пожнете тление смерть а сеющий в дух веганы христиане все как сеешь сеешь в дух любовью к животным до отказом от убийства эксплуатации животных ты в дух сеешь ты собираешь своего внутреннего человека святого по пазликам да все отказался от трупятины отказался от молочки от всех этих рыбы от всей эксплуатации от всех этих шкур а там цирков зоопарков и пошло поехал ты сеешь в дух ты проявляешь в полноте раскрываешься в любви к животным никакого зла а только одно добро и плюс защищаешь делая добро теперь я хочу закончить да вот это моя тоже любимая иллюстрация делаем делая добро ну и всем хочу сказать кто давно меня слушать то через мои проповеди стала веганом христианином или христианином веганом сразу но все по-разному делая добро мои родные любимые да не унывая ибо в свое время пожнем если не ослабеем ну и верю один из моих любимых постов выступай за веганство так словно это вопрос жизни и смерти потому что так она и есть на самом деле и это очень важно проповедовать это всегда ты становишься как бог посмотрите на иисуса который это делал даже до смерти смерти крестной на этом у меня к вам все вот такой от ролик в принципе полтора часа несмотря на даже вот эти все мои отклонения много с мечтаю почитаю почитали о всем поговорили много вместе ли но зато у вас это есть в оконцовке кирю хочу что вас вот эта картинка прям запала в голову что путь жизни и смерти бы проклятье или богословение вы выбираете сами сами не бог за вас ничего не делать там от протестантский бред или православные католические выкиньте его с головы если хотите если желаете себе сами благо если желаете раскрыть в себе бога любовь и стать стать сами вы сами становитесь не бог вам паспорт гражданина небесного царства любви вы даете вы ее его сами получаете когда что любите пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем в любви ко всему ему божьему творение ко всему миру тебе окружающему это и растительный мир не знает что если тебе все позволено есть то все это можно нещадно губить неизвестно как алочно эксплуатировать и прочее прочее до засирать это любовь к животному миру все это было от создания возделывать их ради хранить надо было хранить бережно хранить эдемский сад естественно любовь к человеку само собой и все это в мире лежащем возле после грехопадения наши с вами всех прародителей адама и его мы эту любовь более того чтобы из рая попасть небесное царство пройдя адскую школу жизни греха всего этого ужаса зла до познав его на своей шкуре сами его когда не делая мы с вами в районе в израиль невозможно было попасть в небесное царство потому что там зла не было в небесном царстве это жертвенные боги любви и такие как иисус христос это когда мы на зло отвечаем чем добром это когда мы не просто в сторонке стоим и зла не делаем когда мы защищаем заступаемся жертвуя всем что у нас есть вплоть там со материальными вещами психологическим когда нас унижает оскорбляем то есть несём свой крест это есть материально здоровье может быть теряем психологическое опять или физической кто-то нам что-то причиняет за это готова нас побить и вплоть до самой жизни вот благодаря этому из и из рая падая в ад и отсюда мы с вами можем взлететь в небесное царство только научившись жертвенной любви поэтому тоже в моем окружении очень много тех кто решил успокоиться вот на этой планке знаете из рая из ада поднялся вот на планку райан я зла не делаю живу серой мышкой но вы не будете со христом вы не будете с такими как он такими как я надо достигнуть жертвенной любви это очень важно ничего не бойтесь как иисус я вам сегодня уже зачитал кто полюбит кто испугается там чего-то в этой жизни ради ее сохранения там своих вещей этих репутации работы там вы потеряете ее свою будущую жизнь вы ее теряете здесь когда это все промениваете это школа жизни это то неправильное богатство по притче иисус которому должны обменять на правильное да вся эта наша жизнь это есть школа мы должны пройти ее и сдать правильное экзамены правильное пройти и сдать экзамены на отлично вот так вот так что изберите жизнь вот я вам дал путь жизни и смерти проклятие благословения святости и греховности праведности и грешности изберите что на себя благо быть ей счастливую жизнь ну и наверное 2 все хочу чтобы вас вот этот как я и говорил изберите себе своего христа сами на какой он вам должен быть в принципе в этом я надо в принципе то на последнее что скажу да здесь же все это было как прокрутил быстро основные тоже картинки и вот есть известная как-то она не очень хорошего качества там было на неважно кто-то ее состряпал тоже что мясоеда считает что бог выглядит так да это вот и с прощальным ужином кстати забыл про прощальный ужин но по прощальному же кто помнит и кто смотрит плейлист или будет смотреть в этом же плейлисте где-то ролик перед этим роликом и есть все прощальном ужине поэтому просто сейчас кратко скажу о том о чем целый ролик записал что там иисус прямо этого жертвенного ягненка так скажем который у них и не было но должен был быть иисус заменяет на бескровную жертву ее так даже в религиозных сектах и называют это очень важно помнить но трупажором действительно бог представляется вот таким вот заметьте тут тоже два выбора какого вы выберете христа вот такого вот и такое вы представляете небесное царство или скотобойню посмотрите реальные съемки фильмы со скотобойн что там творится с тех мест где там животных шкуру сдирают ради там шубы как как молочная промышленность работает что делать с коровами как их насилует как забирают их них телят убивают их на потом их эти дует нещадно да и потом также на 1 бой не отправляют когда они уже норму не выполняет вот какой у вас христос вот такой вот да у трупажоров такой христос но это ад и это здесь так красивенько просто к этой это иллюстрация на самом деле без это конечно коровы с перелезанным горлом кто знает есть такая иллюстрация где вот христос якобы в царстве небесном да там среди ангелов вот идет до сать мой святых ангелов сюда кто-то перерисовал очень правильно сделал но здесь я говорю такой свет там кругом ангелы на самом деле просто и жалко нет какой-то я пока не мог найти достойно возьмите любую картинку со скотобойни да ну хотите я вам сейчас открою одну даже не одну а вот вам три открыл мне уже голос садится вот это похоже на христа всем говорю вот это и вот это вот ой закрыл картинку ну ладно вот этот и вот этот вот это вот ужас вот это вы посмотрите на все вот этот вот этот ужас или вот это вот да вот это вот посмотрите на на этот ужас одна держит коровка глазами смотрит аж плачущими за рога держит вообще представляете вот это в реальности я нет а это реальность Одна или это бабка, я не знаю Или мужик, непонятно Какие-то старые уже По лицу-то ничего не понятно Она ее за рога, представляете, держит Губы аж сжала А этот топором ей голову рубит Это же реальное фото И вот это вот И вот это вот И вот это вот Так что напоследок Выберите себе сами небесное царство И Христа Чего я вам всем желаю Конечно же не ошибиться А тут ошибиться только может бесчувственный Абсолютно бессердечный идиот Как я всегда это говорю Никого не желая обидеть И это не обидно Как говорил Ипполит В известном советском фильме Москва слезам не верит На правду не обижается Тот, кто выбирает вот эту вот сторону Это бессердечный идиот Тот, кто выбирает это Это сам Бог, любовь Умное сердце, доброе сердце, любящее сердце Все, я выдохся Последнее, что Всегда делаю в конце анонс На моем этом канале На котором вы смотрите Это видео Христалю проповедь У пищи в пустыне вегана Есть Я вот даже в отдельный Можно на сайте сделать На канале сделать раздел Веганство Ссылка будет В первом закрепленном комментарии И в описании к этому ролику Первый Плейлист Всего на 4 поделил Это веган по сердцу Здесь все видео Которые не мои Там лекции Тоже проповеди Выступления Активистов Фильмы Художественные документальные Там вы как раз все это найдете Песни Пляски Ну в общем-то Я так уже шучу В конце Чтобы немножко настроение вам поднять Но я надеюсь В принципе На вас и так Не печально Кто веган Еще и христианин Все там будем Ну а кто нет Вам не поздно им стать Сотворив достойные плоды Покаяться И сотворить плоды Достойные покаяния То есть измениться Вот Все там в этом видео В этом плейлисте Это все не мои ролики Тоже очень много полезного Интересного Супер Спикеры Там как их называют Супер проповедники Тоже активисты Всем рекомендую И уже мои 3 плейлиста Веган Не веган потому что Такие известные вопросы Там А как же вот так А как же так Да все это с древности Да на небе Тайм острове все равно съешь Да Веганская егда Дорогая Да блокадный Ленинград Вот все там ответы Есть на подобные Оправдания А как же здоровье Витамины Ну в общем там все есть Да А как же у меня клыки Прочая дребедня Ну там все качественные ответы Мои есть на все эти вопросы Веган во Христе Это вот в свободе слова Когда я тоже Какие-то у меня на сердце лежат Как видите Более 60 видео Все что я говорю Все там есть Всем рекомендую Обязательно к просмотру Ну и Плейлист который В частности Прям вообще непосредственно Там хоть и веган во Христе Но они ко всем людям Ко всем язычникам Любых религий направлены Я почему их так назвал Потому что я конечно христианин И обращаюсь Все равно могу цитировать И Библию там И еще что-то Но я все-таки говорю В свободе ко всем И там я много говорю за Как говорится По человеческому рассуждению Вот Его даже можно было назвать Веган по сердцу Как я вот это назвал Но я тут по сердцу Не зря назвал Потому что там в основном Собраны люди Которые себя К какой-нибудь религии И вообще Зачастую не относят А я все-таки христианин Ну поэтому я вот так поделил Ну а видео Это будет В плейлисте Веган по Библии Уже больше 40 видео И будет наверное Где-то около 50 Когда мы Я всех апостолов Зачитаю И как я вам показал Немножко даже Из ортодоксального предания Там Антоний Великий Василий Великий Исаак Сирин Тоже кое-что из них Хочу взять Вам показать Интересное Вот Все там эти видео Найдете Все там есть От первой главы Книги Бытия Вот это сотворение Животных Людей Все что было Заповедь Дано любить Весь мир Вокруг себя Чем питаться И заканчивать Всеми Как я вам уже сказал Даже Так называемым Преданием В предание я далеко не полезу Там я говорю Чуть-чуть запишу Для примера Этого будет достаточно Вот такое Я на этом с вами прощаюсь Всем вам желаю Всего самого лучшего Желаю Покаяния во всех своих грехах Обращения в святость Это святость Когда у вас будет Любовь раскроется В полноте Ко всему миру Вас окружающему Во всем К Богу Во всем Себя проявляем Потому что Бог Во всем И в природе И в животных И в людях Это не значит На природу наступать нельзя К ней надо Просто бережно Относиться Там найдете Все ответы Уже сказал И любя все это Вы сами Познаете Что такое Благо бытия Счастливая жизнь Здесь конечно Мы страдаем Это крестный путь Жизни Школы такой тяжкой Адской Порой я ее так называю Но в свое время Если не ослабеем Как сегодня говорил Уже Обязательно вкусим Все мы сольемся В одном Невероятном Царстве Любви Всячески всего Ко всему И там уже будем Жить Поживать И добра Наживать Всех я вас по-братски Крепко целую И нежно Обнимаю Делитесь Этими роликами Ставьте лайки Пишите ваши Комментарии Пока-пока До встречи В следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok